Привет, дорогие подписчики! Сегодня хотел бы затронуть тему о виниловых проигрывателях, о виниловых пластинках, вообще о виниловом звуке, о том, как войти в этот звук, как начать слушать пластинки, как начать собирать пластинки, как начать понимать пластинки и что для этого, собственно, нужно, какой минимальный набор, что стоит брать из тех же виниловых проигрывателей, что не стоит брать, на чем стоит слушать, на чем не стоит слушать. Ну, давайте для начала разберемся, что вообще формат виниловой пластинки, формат записи, этот аналоговый формат записи, он достаточно стар, он достаточно долго являлся актуальным. Одни из первых пластинок – это конец 19 века, то есть, представляете, 19, 20 и 21, сейчас опять пошел бум. Вот где-то до конца 20 века это был очень популярный формат записи. На самом деле сейчас это, наверное, больше фетиш какой-то, дань моде, еще что-то, потому что пластинка столько стоит не должна, сколько она стоит сейчас новая. Ну, не сует это уже, ладно, это второй вопрос. Первоначально это был эталон, наверное, формата аналоговой записи. Чем он так хорош? Все дело в том, что сейчас в современных трактах, когда у нас есть крутые усилители, вперед шагнули акустические системы гораздо сильно, да, гораздо сильно, странное слово, ну, новые технологии, современные. Аналоговый звук, он нам дает точность. Точность, детальность и, наверное, ну, как бы единственную достоверность, которая может быть. Но по задумке автора, сейчас-то это уже цифровой ремастеринг, но, тем не менее, все равно это звучит гораздо лучше, чем MP3, чем какая-то цифровая запись достовернее. Так вот, в чем, собственно, фишка аналогового звука перед цифровым? Для того, чтобы понять прикол аналогового звука, достоинства перед цифровым, давайте попробуем разобраться с точки зрения цифрового звука, с точки зрения аналогового звука. У нас существует какая-то звуковая волна, физика, не помню какой класс. Вот, эта волна является аналоговой. У нас здесь время, здесь амплитуда. Это аналоговая волна. То есть, то, о чем мы говорим, стучим, аналоговый звук, все, физика, ну, все нормально. Вот, теперь что происходит, когда эта волна оцифровывается? У нас существует такое понятие, как процесс дискретизации. То есть, компьютер, он же не может тут это представить, как-то, наверное, записать нулями, единицами, битами, байтами. Компьютер делит фрагмент на равные отрезки времени. За этот отрезок времени он проводит несколько замеров амплитуды. Ну, грубо говоря. Таким образом, что наш сигнал превращается с красивого аналогового вот в такую вот усредненную лесенку. Равные отрезки времени, какая-то лесенка. Понятно, что вот здесь вот часть аналогового сигнала, исходной звуковой волны, просто теряются, потому что перенести нельзя. Да, можно сделать больше замеров. Все равно будет эта лесенка, все равно какая-то часть у нас потеряется. Этот процесс называется дискретизация. Этот процесс происходит при аналогоцифровом преобразовании. Соответственно, мы, компьютер, провел замер, переписал замеренные точки в единице и нули, сохранил это в какой-то файл в набор бит. В дальнейшем при воспроизведении этого файла проходит обратный процесс, цифроаналоговое преобразование. И компьютер пытается по вот этим запомненным точкам, которые он здесь замерил, восстановить исходную волну. Понятно, звук не тот. Тут, в принципе, все элементарно. Позвоните кому-нибудь на телефон своим друзьям, у кого стоит гудок, вы услышите достаточно не очень приятный звук. Все дело в том, что для гудка используются легкие форматы, которые хранят в себе битрейт вот этот с меньшим количеством замеров. То есть, грубо говоря, там, наверное, 96 кбит в секунду. То есть, если абстрагироваться, 96 замеров в секунду. Образно. Соответственно, MP3 записи современные, это 320 кбит в секунду. То есть, 96 замеров против 320, это уже существенная разница. Поэтому ценится все-таки аналоговый звук. И сейчас мы вернемся к пластинкам и будем разговаривать, что нужно дальше. Собственно, дальше, имея пластинку, источник аналогового звука, аналоговый формат, нам нужно его чем-то воспроизвести. Соответственно, для этого, ну, первоначально это были граммофоны, да, когда там еще электротехника особо не была развита. То есть, это была пластинка с вырезанными канавками, какой-то резец, причем иголка достаточно толстая. И на конце иголки какой-нибудь огромный матюгальник. В чем, собственно, была фишка? Иголка двигалась с определенной скоростью по канавке, повторяла змейку канавки, создавалась вибрация. Эта вибрация передавалась в граммофон, в какой-то купол, и оттуда издавался звук, который был первоначально записан. В дальнейшем, собственно, у нас появились проигрыватели виниловых пластинок. Несколько раз изменялся формат виниловых дисков, но не суть. Мы сейчас остановимся все-таки на том последнем формате, к которому мы вот сейчас привыкли. Кого-то бум, к которому сейчас начинается. Итак, нам нужен будет проигрыватель виниловых пластинок. Об этом мы вернемся чуть позже. Также следует понимать, что сам проигрыватель в пластинок и сама пластинка, она вам не даст представления о звуке. То есть, нам нужен еще конечный тракт. Нам нужен хороший корректор, хороший усилитель, хорошие колонки. Меня забавляют те сетапы, которые вот есть некоторые фотографии там в интернете. Ребята там, я слушаю винил. При этом у него стоит проигрыватель, в принципе, на котором можно слушать. И стоят какие-нибудь там маленькие USB колонки, там что-нибудь компьютерное. Нет смысла, ребят. Не заходите даже в звук виниловый, если у вас такие сетапы. У вас должен быть какой-то минимальный набор. У вас должен быть, ну пусть на крайняк, какой-то качественный музыкальный центр. Действительно качественный, который вам сможет передать эти детали от аналогового звука, от виниловой записи. Иначе, ну нет в этом смысла. Заслушайте mp3 и как бы хорошо уйдем в сторону от музыкальных центров. Усилители здесь, на самом деле, мы можем зайти на авито и посмотреть. Это не так сложно. Не стоит сразу плеваться на отечественный звук. Да, он не фонтан. Но отечественные усилители были очень неплохие некоторые модели. И, собственно, колонки, которые были достойны играть. Сейчас я там уже могу попредираться. Я могу сказать, что колонки это уже не те, они не способны играть. Но не суть. Начать с этого можно. Давайте посмотрим. У нас есть, например, радиотехника. А, собственно, давайте откроем авито. Итак, открываем сим-известную площадку. Ни в коем случае это не реклама этой площадки. Просто для примера. И вбиваем сюда усилитель аудио-видеотехника. Усилители и ресиверы. Поехали. Трансляционные усилители нас интересуют. Ну, вот, пожалуйста. Усилитель Corvette. Раз. Усилитель Kenwood не уверен, но можно рассмотреть. Усилитель Amphiton. Очень неплохие усилители. Дальше листаем. Yamaha пролистываем. Скажем так, это не наш ценовой диапазон. Брих это уже фетиш. Хотя тоже не стоит его пускать. Усилитель Vega. Почему бы нет, между прочим. Усилитель Odyssey. Вот я его вижу. Ну, пожалуй, наверное, в моем регионе этого, пожалуй, хватит. Ну, вот Amphiton. Давайте теперь смотреть. У нас есть усилитель Corvette. Ну, вид у него немножко нетоварный. Но мы видим, что это 008. То есть, усилитель нулевого класса, высшего. Петь он способен. Но по его внешнему виду, конечно, я не думаю, что он уже в данной ситуации может это сделать. Corvette в рабочем состоянии. Ну, замечательно. Закрыли. Kenwood. Не знаю, какая-то стрёмная моделька. Не будем обращать на это внимание. Amphiton. 2500. Почему нет? Возможно, нужно поменять конденсатор. Один канал не работает. Усилитель под ремонт. Закрыли. Усилитель Vega. Минимум царапин. Работают почти все функции. Возможно, нужно просто профилактика. К нему ещё есть проигрыватель и колонки. Смотрите, у меня в товар. Давайте посмотрим. Усилитель Vega 122S. Усилитель первого класса. Звучать он, в принципе, должен. Аппараты были неплохие. Но, понимая, что это 2000 за усилитель, вы должны быть готовы отдать его мастеру на профилактику, на какой-то ремонт. Вообще, в идеале, если у вас ровные руки и вы способны это сделать сами. Давайте посмотрим у этого же автора объявления. Опять же, к примеру, ничего личного. Колонки Vega 35AS 105. Без понятия, что это за колонки. Честно, я их не слушал. Ну, судя по всему, мы здесь имеем маленький басовичок и какую-то стандартную пищалку. Ну, в принципе, 35-30AS подобные. Ну, почему нет? Записали. Возможная цена 2,4 тысячи. Идём дальше. Усилитель Odyssey. Нулевой класс, высший. В принципе, аппарат очень хороший. Включается сеть реле, акустика не включается. Понятно. Аппарат под ремонт. Закрыли. Усилитель Ampheton. Ampheton 002 рабочий. 5500. Собственно, почему бы и нет. Но здесь нам нужно понимать, что, по-моему, в этом усилителе Ampheton нету винил-корректора. Но к этому мы вернёмся позже. Короче, резюмируем. Резюмируем. Усилитель в диапазоне от 2 до 80 тысяч можно приобрести. Можно приобрести неплохой аппарат. Не стоит бояться отечественных аппаратов. Им всего лишь нужно дать профилактику. Отнести мастеру. Хороший мастер старой закалки очень много за это не возьмёт. И в любом случае это будет звучать вполне достойно. Может быть, даже не хуже каких-то нерусских усилителей, ресиверов в ценовой категории, скажем, наверное, до 20 тысяч точно. До 20-30 тысяч. То есть, отечественного аппарата мы можем взять дешевле. Если есть, конечно, возможность. Почему бы и нет. Можно выбрать какую-нибудь, я не знаю, Yamaha от PCM-2002M. Ну, как бы вам стрелочки для слушать. Не суть. Базовый комплект какой-то есть. Идём дальше. Нам нужны колонки. Естественно, мы об этом сказали, что мы на каких-то дешманских компьютерных колонках это слушать не будем. Зададим вопрос, достаточно по-тупому, колонки. Пу-пу-пом, пролистываем, пролистываем, пролистываем что-то. Ага, Свены. Ну, S90 это тоже своеобразный фетиш. Колонки, в общем-то, хорошие. Очень много у них отзывов. Очень много схем в интернете на их переделки, на улучшения, на совершенствования и так далее. Вот они, кстати, колонки Vega. Сами по себе, сейчас, по-моему, работающий торгуместен. Я же не ошибаюсь. Да, это Vega 50S103. Насколько мне помнится, этими колонками комплектовался как раз тот усилитель, который мы смотрели за 2000. В общем-то, колонки, на удивление, очень способные. У них вполне хорошо сделан корпус, у них правильный объем для басовика, настроенные фазоинверторы. Ну, как бы, середина пищалка, это все стандартное. Покупая колонки за 4500, мы должны, конечно, понимать, что внешний вид у них будет уже вполне, возможно, уставший, что здесь мы видим. И эта колонка может быть, также требовать профилактики. Профилактика будет заключаться в чем? Просмотреть весь корпус и исправить его герметичность. Та фанера, с которой она была сделана, вот задняя стенка, тут даже на фотографии видно, что тут была попытка чем-то его замазать. Короче, любая дырка в старом корпусе, она будет очень сильно погонить звук. Колонки VEGA отложили. Колонки S90, радиотехника. Состояние так себе, цена, собственно, еще лучше, потому что на эти колонки тоже какой-то фетиш сейчас пошел. И, в общем-то, у них цена какая-то прям запредельная. Вот какие-то колонки, по-моему, авторские. Давайте посмотрим, что вообще это такое. Мы здесь имеем 25-й басовик. Какую-то непонятную середину, какую-то непонятную пищалку. Что нам тут пишут? Предлагаю вот такие колонки. Отличный звук. Ну, вполне возможно, надо слушать. Что еще есть? Колонки S90 за 2000, наверное, крышечку продают. Без понятия, что это такое. Пролистаем дальше. Опять же, это только мой регион. В вашем регионе может быть что-то интереснее. А, вот, кстати, достаточно забавные колонки. Колонки S30. Считаются очень неплохими колонками Советского Союза. Та же радиотехника. Также мы имеем 6-ваттный басовик. И, по-моему, тоже 6-ваттная пищалка. Колонки, опять же, если восстановить полную герметичность корпуса. И фазоинвертор у них сделан с пенопласта. То есть, ну, он рассыхается. Там полипропилен... Короче, какое-то вещество, в общем, похоже на пенопласт. Она рассыхается, соответственно, со временем разваливается. Вот, если восстановить фазик по размерам, сделать герметичность, то это весьма обалденные колонки. У меня они есть. Они есть у меня восстановленные. В следующем видео я хотел бы, конечно, еще показать замеры этих колонок. Насколько они хорошие и полезные. Закрыли. За 2000 плюс веговский усилитель. А вот, кстати, очень интересно. Давайте еще проверим усилитель радиотехника. У 101. У меня его в регионе нету, но выглядит это дело вот так. В общем-то, весьма неплохой усилитель. В нем есть встроенный корректор, судя по всему, S. После профилактики, после доработки в интернете валом схем, валом комментариев к этому усилителю, он с S30 колонками может дать вполне достойный звук. То есть, услышать, понять, этого будет достаточно. Выбрав конечный тракт, выбрав усилитель, выбрав колонки, теперь давайте вернемся к самому основному. К виниловому проигрывателю, через, собственно, который будет происходить вся магия. Виниловых проигрывателей на рынке, ну, просто уйма. Их реально, ну, вот вагон. Причем от наших советских, от третьего класса, которые вот я бы вообще не советовал выбрать. Это там трехсотые, двухсотые. А у них своеобразные иголки, своеобразные головы. И в итоге, ну, просто они вам могут хорошую пластинку, я считаю, угробить. И звука вы в нем не услышите. Нам надо определиться, что мы будем слушать. Какие пластинки? Либо вы пойдете на какой-нибудь аукцион, и будете искать, заказывать первопрессы, там, 70-х, 60-х, 80-х годов. Это одно. То есть, тут нужен действительно аппарат, который это раскроет. Вы пойдете в магазин, купите новую пластинку из новодела. То есть, что-то может быть старое переизданное, что-то новое переизданное. Это, ну, немножко уровень будет пониже, хотя они очень достойно звучат на самом деле. Либо вы возьмете какую-нибудь старую бабушкину коллекцию, где будут пластинки фирмы Мелодия, каких-то наших эстрадных деятелей тех времен. Ну, тогда, наверное, вам и третий класс вот так вообще за глаза включить это поставить, пару раз покрутить, и все это вместе выкинуть. Остановимся на средничке. То есть, это новодельные пластинки, которые мы можем купить в специализированных магазинах, в интернете заказать и так далее. И пластинки, приобретенные с аукционов, пусть там не фетиш за 30-40 тысяч за один винил, а что-то такое среднее, что, в общем-то, будет в хорошем состоянии, что можно слушать. По поводу выбора пластинок, по градации качества записи, качества сохраненности винила, в интернете статей просто вагон, об этом я говорить не буду. Поговорим все-таки о проигрывателе. Существует очень много, как я сказал, проигрывателей. Есть новоделы, есть что-то старое. Я считаю, что для того, чтобы зайти в виниловый звук, чтобы услышать это все, вот тем минимальным стартапом можно остановиться на бэушном проигрывателе. На бэушном проигрывателе 20-летней, 30-летней давности, может быть, даже 40-летней давности. В принципе, сейчас 20-й год, это 80-е, да даже и 70-е годы в общем-то проигрыватели могут быть очень достойны. Но здесь не обязательно гнаться за японцами, за немцами, за топами виниловых проигрывателей. То есть вы, скорее всего, открываете интернет, вписываете там, купить виниловый проигрыватель. А вам пишут, вот это вообще, это не способно звучать, это не способно играть, да, это хлам. Ты выкинь его, возьми нормальный. Ребят, вы к этому придете потом, гораздо потом, когда вы начнете слышать детали, говорить, вот тут я согласен, тут, пожалуй, вот он не отыграл скотина на тебя в окно. Мы говорим о том начале, о котором нам нужно зайти. Давайте разберемся, на что обращать внимание, что такое проигрыватель. У меня сейчас на столе стоит наша электроника 017. Я предлагаю на ней немножко разобраться, вообще на что обращать внимание. Давайте смотреть. Виниловый проигрыватель электроника EP017S. В общем-то, в интернете достаточно неоднозначные про него отзывы. Некоторые его называют нифига себе творение на те времена. Некоторые называют его фу, выкинь в окно. Вот. Но, тем не менее, у меня он есть. И вам скажу, в общем-то, достаточно хороший аппарат. Внимание, если рабочий. Смотрим. Что такое проигрыватель? Проигрыватель – это прежде всего диск, который чем-то крутится. Крутится он может двумя способами. Конкретно здесь это прямой привод, то есть диск непосредственно одет на вал мотора, а прямой привод – кварцевая стабилизация. Вторая версия – это пасековый привод. То есть рядом стоит мотор, на него накидывается пасек, пасек вращает диск. Кварцевая стабилизация, ну, там, возможно, она где-то и есть, но в основном это плавающие обороты и растянутые пасеки. Об этом, к этому мы вернемся. Раз. Далее. Самое важное. Диск нам развязывает пластинку от корпуса, от самого проигрывателя. Соответственно, чем диск тяжелее, чем он алюминиевый, металлический, каменный, акриловый и прочая, не передающая звук чешуйня, тем он будет лучше нам отражаться на качестве звука. Потому что дальше у нас самое важное, одно из самых важных, ладно, это тонарм, который, собственно, идет, ведет иголку, по дорожке, по пластинке. И сама иголка, картридж звукостимателя, в котором, в общем-то, и происходит вся эльфийская магия. Здесь конкретно установлено Т-95. Конкретно этот проигрыватель, он снабжен, как я сказал, прямым кварцевым приводом, алюминиевый диск. В нем есть электроника управления тонарма, электронное демпфирование, прямой тонарм, металлическая трубка, несъемный шелл и, ну, уже установленная головка Т-95. Есть также S-образные тонармы. По поводу того, что лучше, что хуже, тут, опять же, самое главное понимать, что тонарм должен быть максимально с того материала, который бы не передавал лишний звук на иголку. С иголки выходит порядка 5 милливольт, которые поступают на винил-корректор, чтобы этот звук восстановить. 5 милливольт это, по-моему, даже меньше, чем выходит вообще с микрофона от караоке. То есть, иголка, кроме вашей дорожки звуковой, будет в себя принимать просто все, что там будет мимо проходить, стуки по столу, шелест проигрывателя, где-то закусывающий тонарм, пыль, опять же, с пластинки, грязную дорожку, когда нам треск эта особенность винила. Ну, не суть. Конкретно вот этот проигрыватель. Теперь давайте посмотрим, что мы можем приобрести благодаря той же нашей любимой площадке. Возвращаемся на используемую площадку. и забиваем виниловый проигрыватель аудио и видео. Отлично. Давайте теперь разбираться. Проигрыватель это что-то не то. Это, скорее всего, какая-то фанатичность. Вот, кстати, мелодия 106А. То есть, первый класс, о котором я говорил. Давайте посмотрим, что в ней внутри. Судя по всему, здесь, опять же, своеобразный тонарм, то есть, своеобразный шелл. Он, скорее всего, несъемный. Ну, не знаю, комбайн я бы, на самом деле, не брал. Если мы хотим что-то услышать. Арию, я думаю, мы ее тоже рассматривать не будем. Давайте до чего-нибудь адекватного. Ну, вот, возьмем в сравнение, допустим, техник с дэном. И вот она есть, вега. Вега, ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это классно. Это с бобильника, с какого-то крутилка. Но не суть. Вега подобные. Это, по-моему, 110-я вега. Да, 110-я. Использовались унитровские столы. Это польская контора. Очень много они использовались. Сами по себе столы очень неплохие. У нее также шелл, по-моему, несъемный. Но на нее, в общем-то, можно много поставить разнообразных иголок. Стол достаточно простой. Но пасековый привод. Соответственно, при покупке, при выборе старого винилового проигрывателя с пасековым приводом, прежде всего, я бы погуглил в интернете, можно ли купить на него новый пасек. Потому что растянутый пасек, это плавающие обороты. И это будет просто такая головная боль, от которой вы выкинете этот проигрыватель в окно, собственно, вместе с пластинками. И не скоро вы вернетесь к звуку. Поэтому в пасековом проигрывателе что мы смотрим? Продается ли новый пасек? И также понимаем, что унитровские столы, допустим, вот в этом бюджете, также требуют профилактики. Потому что, скорее всего, будут плавать обороты. То, что на ней стоит родная игла, кстати, я закрыл, оно ничего не пишет, нет, не пишет. То, что стоит на ней родная игла, это тоже, наверное, такое, отчасти мусорное. Открываем. Арктур 006. Какой-то странный Арктур. По-моему, не в своей коробке. Очень сильно допиленный. Ну, ребят, опять же, я закрою это объявление. Ни в коем случае никакая антиреклама. Пиленные и доработанные, пусть даже грамотными руками, старые проигрыватели. Ну, честно, я бы не брал. Открываем. Радиотехника 101. Ну, первое. Что это такое? Ну, выглядит очень похоже на дмитровский стол, на самом деле. По-моему, тоже пасековый. Что это вообще за нож? Что это за объявление? О, понятно. Идем дальше. Арктур 06. Должен выглядеть, на самом деле, вот так. Про этот проигрыватель можете почитать в интернете. Есть очень много фанатов, любителей этого проигрывателя. Но я его не слушал. Ничего сказать не могу. Но, опять же, это пасековый привод. Поэтому надо понимать, что нам нужен новый пасек. Идем дальше. Вега-106. Тот же самый унитровский стол. Дуалы. Это все мы не трогаем. Электроника B101. Это считается, на самом деле, чуть ли не эталоном отечественного винилостроения. Все дело в том, что наши ребята, когда строили этот проигрыватель, они тонарм просто стырили. И здесь и СМЕшный легендарный тонарм. По него, если вы хотите его взять, тоже стоит почитать в интернете. То есть, вы выбираете просто проигрыватель, заходите и смотрите, на что обращать внимание конкретно по этой модели. Звучать он должен очень даже достойно. Но, обращайте внимание, что на тонарме должны быть все грузики. Об этом все написано. Тут съемный шелл, какая голова. В общем-то, тоже нам особо не важно. И это тоже пасековый привод. Вот. Его надо иметь в виду. Вот тут хозяин пишет, что новая игла, ГЗМ-005. Опять же, по отзывам, игла очень даже неплохая. Давайте смотреть дальше. 14 тысяч за электронику B101. Ну, не очень стартовый комплект получился. Листаем, листаем, листаем. Music Hall. Это что-то уже новодельное. Pioneer. Хороший аппаратик. Вот пошли другие регионы. PL 110. 19 тысяч. Почему бы нет? Давайте посмотрим, что это. Это, в общем-то, Pioneer. Это S-образный тонарм. Вес 6,7 килограмм. Чистокровный японец. Вот мне больше интересно, что на нем написано. Direct Drive. То есть, на нем прямой привод. И, ну, скорее всего, кварцевая стабилизация. С ним геморроя быть не должно вообще никакого. Но, если он исправный. Открываем и смотрим. В интернете читаем, что про него пишут. Идем дальше. Это легенда, за которую что-то денег загнали. Это наши ребята хотят заработать. Так, 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 так. Ну, что еще тут есть? Вега. Давайте забьем ту же самую электронику, допустим, которая у меня. 0,17 электроника. Это усилитель 8000. В общем-то, если она рабочая, она не копанная, судя по всему. Видим головку MF100. Следовательно, эту головку выкидываем мы сразу. И на ее место ставим что-то более звучащее, более достойное и не в хлам запиленное. Листаем дальше. Есть еще такая штука, как электроника 0,30. В общем-то, тоже достаточно неплохой аппарат. Имеет место быть. В нем также, по-моему, клоны СНЕ-шного тонарма. Вот, то есть, в принципе, он может петь. Есть электроника 0,12. Следующая шла за B1-01. Вот так. Не D1-0,12, а 0,12. Вот так она выглядит. Стоит она, ну, в принципе, это адекватные деньги. Но, опять же, это пасековый привод. Надо иметь в виду, что отсюда будут все вытыкающие последствия. Кстати, у этой электроники, так же, как у B1-01, в них на борту нет фонокорректора. Поэтому нам обязательно еще нужно будет учитывать наличие фонокорректора. Который вам, во-первых, усилит сигнал, снятый с головки. А во-вторых, восстановит первоначально кривую риа. В общем, резюмирую. Для того, чтобы начать слушать винил, действительно слушать и слышать винил, нам, в общем-то, нужен какой-то бюджет в районе 20 тысяч, если у вас нет ничего. Не стоит бояться отечественных проигрывателей. Имея соседей мастеров, вы всегда можете его довести до хорошего состояния. Выбирая проигрыватель, так же можно в интернете загуглить по форумам. Его плюсы и минусы. Сразу не обращайте внимания на отзывы, которые пишут. Это недостойно звучать. Мы с вами обсудили, что ниже первого класса брать не надо. И желательно поменять иглу. То есть, там будет описано, на что надо обращать внимание при покупке того или той модели. Сразу меняем голову. Элементарно меняем винил-корректор на что-нибудь, может быть, даже самое простое. Есть в интернете схема самого бюджетного винил-корректора. Он называется Weekend от уважаемого человека, от Бакарева. Название его, потому что он собирается за выходные. Там около 10 деталей, 2 операционных усилителя. То есть, умея работать с паяльником, вы его соберете достаточно быстро. По звуку он будет значительно лучше половины встроенных усилителей и точно всех встроенных в вертушке винил-корректор. Этого вам хватит, чтобы понять, чтобы ощутить и чтобы начать движение в сторону качественного звука. Надеюсь, это видео будет вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Подписывайтесь, комментируйте.